Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Ты, Святая Богородица, спроси нас, Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас? Ты, Святая Богородица, спроси нас, Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас? Ты, Святая Богородица, спроси нас, Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 сентября. Память преподобного Ефрофима. Преподобный Ефрофим жил и подвижался в 9 веке, прямо в Самарийске, в Палестине, в Безьярдане. Происходил от незнатных родителей, но своими добродетелями превзошел всех благородных по происхождению. Многие признатности своего рода не имеют никаких добродетелей и почему впадают в глубину ада. Напротив, нередко люди простое происхождение при своем благородительном смирении возносятся в рай Божий. Так и этот преподобный Ефрофим был узрен в видении, находящемся в раю, который он и наследовал своим святым житием. В монастыре Ефрофим служил братьев в Саварне, и служил не как людям, но как бы Богу, с великим смирением и погновением. Пройдя в день и ночь на послушание, он никогда не оставлял молитвы и поста. Терпение его было изумительным, ибо он прекратил большие неприятности, поношение, поругание и чаще досаждение. Вожигал в Саварне огонь бесчестный, он распалялся духовным огнем любви к Богу, и к нему поменело сердце его. Приготовляя пищу братьев, он своим добродетельным житием уготавлял себе трапезу в Царстве Божием, дабы насыпиться там небесным блаженством всеми, о коем сказано, блаженными те, которые вкусят в Царстве Божием. Он служил Господу в тайне, дабы возданное ему было явно, как это действительно исполнилось. Вот каким образом показал Господь то, чего заслужил раб его Ефросин. Некий Иерей, живший в одном монастыре с Ефросином, всегда молил Бога показать ему в чувственном виде все будущие блага, которые уготованы любящим его. И вот в одну ночь он имел такое видение. Ему представилось, что он стоит в раю, со страхом и радостью созерцая его неизреченную красоту. Там он увидел повара своего монастыря, Ефросина. Приблизивший с ним и спросил, «Брат Ефросин, что это? Неужели это рай?» Ефросин отвечал, «Да, отче, это рай». Иерей опять вопросил его, «А ты как здесь?» Ефросин отвечал, «По великой министу Божией я поселился здесь жить, ибо это есть обитель избранных Божиих». Иерей спросил, «Имеешь ли ты какую-нибудь власть над этими красотами?» Ефросин отвечал, «Сколько могу, столько и даю из того, что видишь». Ерей сказал, «Не можешь ли и мне дать что-нибудь из всех благ?» Ефросин отвечал, «По благодати Бога моего возьми, что хочешь». Тогда Ерей указал рукой на яблоки, попросил их. Ефросин, сорвав три яблока, положил их Ерею в плоток, говоря, «Возьми то, чего просил, и насладись». В это время начали ударять церковное било к утреннюю, и Ерей, проснувшись и привязь себя, счел виденное за сон, но протянул руку к платку, нашел в нем те яблоки, которые получил Евгений от Ефросина, и ощутил неизреченное благоухание от них, и поэтому находился в изумлении. Став в постели и положил на нее яблоки, он пошел в церковь и увидел там Ефросина стоящим на утренней службе. Подойдя к нему, Ерей клятвенно упрашивал его открыть ему, где он был в нынешнюю ночь. Ефросин отвечал, «Прости меня, отче, в нынешнюю ночь я был там, где ты меня видел». Ерей сказал, «Потому-то я и заклял тебе объявить дела Божии, чтобы ты не утаил правды». Тогда смиренный Ефросин сказал, «Ты, отче, просил у Господа это показать тебе в чувственном виде воздаяния избранникам его. И Господь благоизволил твоему преподобию показать это через меня, худого и недостойного. И вот ты увидел меня в раю Бога моего». Ерей спросил, «А что ты дал мне, отче, в раю, когда я просил у тебя?» Ефросин отвечал, «Я дал тебе три яблока, те самые, которые ты положил в теле своей на одре. Но прости меня, отче, ибо я червь весьма не человек». По окончании утренней Ерей собрал братья и, показав ей три райских яблока, подробно рассказал то, что увидел. Тогда все ощупили от тех яблоков неизреченное благоухание и радость духовную. Ибо не лень удивились тому, о чем поведал Иерей. Они пошли в поварники в Фросину, дабы поклониться рабу Божию. Но уже не нашли его, ибо он вышел из церкви и скрылся, избегая славы человеческой, и никак не могли найти его. А куда именно он скрылся, об этом нет нужды много допытываться. Ибо если для него был открыт рай, то куда же он мог скрыться? Яблоки те братья разделили между собой и раздавали многим на благословение, в особенности же для исцеления. Ибо больные, вкушавшие от них, исцелялись от своих болезней. И много пользы все получили от такого дара святого Ефросина, и, сохраняя описанное дивное видение не только на хартиях, но и в сердцах своих, стремились к великим подвигам и благолуждали Богу. Молитвами преподобного Ефросина Господобит Господь и нас райских обителей. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok